Итак, с вами Топ Гай, мы начинаем играть в Первую мировую, в Хоечку за Британию. Мало у меня идеи за что поиграть, поэтому решил поиграть за то, что еще не играл. Если вы еще, кстати говоря, вдруг не подписаны, то обязательно подписывайтесь. А мы начинаем, пойдем мы по историческому пути. Единственное, здесь, да, вызвало у меня некоторое затруднение понять, что такое исторический путь, потому что, я так понимаю, исторический путь это вот сюда, потому что, видите, здесь есть стройственное согласие, либо вот сюда. Но здесь какие-то очень-очень много разных вариантов, поэтому я поверю, что вот сюда. Если кто знает, можете дать узнать в комментариях, было бы интересно узнать, я правильно это понял, либо неправильно. Так или иначе, поехали. И начинаем нашу фокус, конечно же, с промышленности. По исследованиям здесь все немножко сложнее, потому что в этом моде придется всегда исследовать что-то с опережением практически. Поэтому вариантов не так много, я пока возьму промышленность, но потом, наверное, будем с опережением исследовать самолеты. А еще давайте попробуем делать дирижабли. Они, конечно, здесь по 25, из-за этого, скорее всего, будут вносить не так много урона. Но я думаю, как минимум, инфраструктуру они точно немецкую могут бить. Посмотрим. Заметка от британского Дэва. Ага, ага, ага. Блин, ну, 100 новых событий. Приступим, посмотрим. Например, у нас Эдуарда 7-го появляется Георг V, допустим. Также, конечно же, делаем шпионское агентство. Британия, это, конечно же, шпионы. Будем получать разведанные о странах центральных диреков. Кстати, доктрины здесь со спецназначением войск нету. Что-то, как говорится, увы, но поподелать. И, наверное, мы не будем слишком много строить фабрик, потому что... Слотов-то, на самом деле, у нас немного. Насказаться, Япония и Корея, допустим. У нас, конечно, получится слоты вот от... А, а это еще и не дает слоты в этом моде, да? Да, прекрасно. В общем, это все, что у нас есть по слотам, значит. И этого действительно мало, так что, да, чуть-чуть буквально фабрик, чтобы было, если что. И все. Получили мы баф 100% на исследование. Тратим его вот сюда, очевидно, потому что это самый, в принципе, неплохой. Чтобы это потратить. А, вот, максимум фабрик здесь есть. Окей, это чуть-чуть нам еще даст слотов, но, опять-таки, немного. Всего 10% и совсем-совсем не скоро. А мы еще в фабрике получим вот таким вот образом. Просто тонну, на самом деле. Можем мы уже вот сюда пойти. Кстати, на самом деле стоит это сделать, потому что здесь у нас есть оппозиция лордов, которая у нас политку отнимает. Нам от нее стоило бы избавиться как можно быстрее. Итак, закон о парламенте готов. Там разобрались, как говорится. Ромку эту, блин, 105 дней, конечно, но такое не брать, наверное, было бы просто преступно, верно. Ваш тип права, Ирландия, дает нам в одну стабильность опять политки. Почему бы и нет? И говоря, сделали мы уже корабли, потому что нафармили кучу опыта флота на тренировках. И вот это будет нашей рабочей лошадкой, плюс скорость, минус заметность. В этом моде можно комбинировать тяжелые вот эти вот крейсеры с орудиями легких крейсеров и получать тяжелые крейсеры с кучей атаки легких орудий. И это имба, поэтому, конечно, мы это и используем. А вот Агадирский кризис подъехал. Ну, мы это уже знаем, завершится не войной, а просто ничего не произойдет. Мы теперь можем отправить свой линкор в Агадир. Да, давайте так и сделаем. Агадирский кризис предотвращен. Французы пела территория, а Марокко осталось у французов. Так, ну дальше качаться не супер выгодно, на самом деле, потому что здесь 4 фабрики. Конечно, все еще выгодно в какой-то степени, но война-то потихоньку будет подходить, а нам нужны и другие фокусы. А именно нам, конечно, нужно прокачать себе авиацию, получить бонусное исследование авиации и желательно выйти вот сюда. Порт раньше это бонусное исследование танков, а мы, очевидно, хотим как-то победить танками. Ну а пока возьмем 4 военно-завода, потому что это много. Мы, кстати говоря, делаем все фильм маршала с наступлением, чтобы вот сюда его поставить. Потому что здесь у нас не было парня на атаку, у нас было здесь только организация, из такого более-менее полезного. Но, очевидно, это не то, что нам надо. Теперь берем все сталь и потом возьмем ячейку исследований, а потом уже пойдем в танки. Я думаю, потому что мы как раз к этому моменту разблокируемся ячейку и начнем исследовать конструкции прототипа танка. А в России упили столыпина. Увы, как говорится. Ну и следуем мы, наверное, все-таки с концерном, чтобы еще хотя бы сохранить чуть-чуть дней. Возможно, нам стоит еще потянет свободную торговлю, у нас экономика не потянет. Но нам нужно, да, как можно быстрее в танке. Пока что, да, вот выйти это 140 дней. Так что, как здесь будет 140 дней, мы будем исследовать эти фокусы. А пока нужно подумать, что еще нам даст преимущество. Топливо мы возьмем, но попозже. Это очень важно будет для нас. Может, здесь тоже ничего такого интересного, как будто. Ладно, это означает лишь одно. Нам пора качать авиацию. У нас тут социалисты появляются. Мы такое осуждаем в Британии. Клянское вторжение в Ливию. Достаточно простое, потому что там скриптово спавнятся войска. Так что, я думаю, концов у вас мало нету. И скоро, наверное, будет и Балканская война. А Италия... Нет, Италия победила. Мне кажется, что-то не так написали, потому что Италия точно победила. Тебе свободная страна. Как мне будет игра? Ну, необходимо для нашей стасики. Ладно, допустим. Можем получить все интересного советника на плюс темпы исследования. И, я так понимаю, чуть-чуть улучшает нас там исследования. и прокачку авиации. Наверное. Но сначала я возьму себе прирост политики, потому что мне уж очень не хватает. В России произошла ленская резня. Это действительно ужасно. Но... Ну, ладно. Россия наш соединен. А инвестиции в Грецию? Я не знаю, но, допустим, мы, допустим, дадим им... Инвестиции? Я не знаю, зачем, но поверим, что им надо. Берлин, Багдад. Профессор уснулся на конфликт. И вот компромисс. Персидский залив. Моё. Прекрасно. Плюс 75 политики. Это приятно. Нападение феминисток с топором. Господи. Так, я быстренько погуглил, что данный человек остался жив. Точно, как данный человек, в принципе, жил до 28-го года. Вроде как. Хотя, может, я ошибаюсь вообще. Короче, ну, точно не умирал в 12-м году. Так что, наверное, стоит выбрать, что он выжил. Наконец-таки я смог уменьшить нашу пехоту до 20-ки, по ширине фронта. Калевский, Канадский флот, допустим. И теперь связывали, что за немножко поддержки закинуться. Наши дивизии готовы. Мы их обучаем, деплоим, и дообучаем уже на поле. Можно еще побольше заказать, в принципе. Почему бы нет? Здесь у нас некоторая армия готова. Кстати, здесь обязательно стоит пункт снабжения выставить. К минимуму можно порт. Порт-то будет чуть-чуть подешевле. А еще нам стоит исследовать машинки, ведь мы получили по фокусу баф на исследование машинок. Так что чем раньше, тем лучше, потому что нам надо их еще начать производить. Конструкции прототипа втанков готова. Сейчас у нас фокус завершается, и мы отправляемся исследовать тяжелые танки. Премьет это всего лишь каких-то 546 дней. Можем из этого исследовать легкие, но тут такой нюанс, что легкие, конечно, дешевле в два раза, но у них прорыв в примерно, ну сколько тут, 10 раз, 15 меньше. И получается, они не особо-то эффективны для прорыва. Так что придется исследовать танки тяжелые. Но вот это как будто нет смысла применять все 20 дней, это слишком слишком мало за так много политики, которые мы потратим на все это время. И пора национализировать нефть. А мы видим, что на Балканах началась война. Тоже достаточно ожидаемо, и достаточно ожидаемо, я думаю, что османы ее проиграют. Игрокую здесь можно выиграть, а вот боту вряд ли. А еще я думаю, нам стоит вот этот дебаф убрать на военно-без население, поэтому заранее вот сюда выйдем, чтобы потом его быстро убрать, ведь людей у нас действительно не так что и много. Вообще, мы все, что можно было мобилизовать, уже мобилизовали, более того. Ну, что-то здесь с ивентами, конечно, насторно побеждены, балканы потеряны, видимо, Османская империя пришла, но они решили сделать из этого глобальный ивент, я не знаю, выглядело забавно. Причем, я не верен, кто именно сделал это, взял эту фигню, потому что я-то с русификатором играю, так что ты никогда не знаешь. Расположили мы уже войска в Африке везде, готовы мы к самой войне великой, все про нее знают, и моментально мы выбьем у них колония, чтобы лишить их здесь любых территорий, возможно, потом тут позанимаемся, хотя я думаю, там Япония оставить развлекаться, и здесь уже у нас некоторые силы против Османской империи также готовы, хотя нужно, наверное, укрепить будет еще много, да, вот здесь вот имеются небольшие территории, на всякий случай там тоже стоит положить какие-то силы, британский рач, рач, не знаю, но туда тоже, наверное, стоит что-то закинуть, у нас еще здесь благо есть целые две технические армии, а скорее всего мы большую часть закинем во Францию, но дальше посмотрим, и у нас огромное количество здесь, собственно говоря, бомбардировщиков наших, я чувствую, Германию, мы будем мобить уверенно, если вдруг не окажется только равномно, что эти самолеты не работают, что может так и случиться, потому что их все 25, из-за этого урона будет очень мало, но посмотрим, должно хватать, по идее, вот у нас появляются самолеты-разведчики, и мы потихоньку доходим до тех самых нормальных истребителей и бомбардировщиков, оранжевый орден, фактор военбаза, 10%, ой, это хоть бы, прям приятно, действительно, не восстает, чтобы остаться, окей, минус стабильность политика, но получаем мы очень приятный баф, на самом деле, очень хорошо, у нас как раз население домобилизуется, чтобы пущу армию заполнить, и флот и авиация могли летать. И начинается война на Балканах, ожидаемая, посмотрим, как справится Болгария, но Болгария не справляется, очевидно, особенно ударом от Румынии, и отдает территорию, я полагаю. И османы тоже присоединились, вот хотят вернуть, мы, кстати говоря, получаем 5% скидку на истребители, у нас авиация должна быть очень хорошая, танки должны быть хорошие, еще потом там получим баф на танки, хотя я, наверное, не буду брать, у нас есть поинтереснее баф. В любом случае, пока наша армия выглядит приятной. И самое главное, мы это большую часть успеваем сделать перед войной, либо к началу войны, что нас не может не радовать. У нас есть советник, который дает 0,5 военнообязанное население и разведка плюс 5. Не очень уверен, что значит разведка может как быть расшифрованием, так и что угодно. Версида вроде это не дает, но посмотрим. Иначе, говорят, делаем операции потихоньку в Германии, внедрились мы в армию, можно теперь внедриться в правительство. Прекрасно видим мы, что там происходит. И конструкция легкая авиация за всего один день ускорения, так что да, исследуем мы истребители без него, и да, истребители мы получим до войны. Отлично. И наступил момент, когда нам практически нечего строить. Здесь потому, что у нас исследуются технологии, которые приоритетные. Но после этого мы начнем исследовать плюс максимум фабрик. И что мы можем с этим сделать? Конвертить заводы военные я не очень хочу, а можно было бы в теории вот здесь вот улучшить инфраструктуру по максимуму, чтобы в общем-то. смотрите, у нас, наверное, дешевле будет делать вот так. Потому что у нас здесь вот уже есть порт. Ну а что мне еще делать, кроме этого? Чтобы пока ничего. Итак, у нас промышленности, ну, немножко многовато. Больше, чем нам нужно, по крайней мере, больше, чем у нас есть людей. Конечно, сейчас я еще дострою чуть-чуть людей, но в целом-то да. Людей у нас явно меньше, чем в снарядах, как говорится. А что это значит? Что мы сейчас просто супер жестко настроили дирижаблей, а еще после этого супер жестко настроим танков и других самолетов. И просто посмотрите на этот лот воздушный. 400 третийский бомбардировщиков дирижаблей. Тут, как говорится, Red Alert начинается сейчас. Посмотрите-ка, стандартно две диржавы. Что-то странно предоставлено на стандарт двух диржав. Мы должны быть как-нибудь вдвое больше объединенных двух лотов, стоящих за ним, да. И по закону теперь мы супер жестко производим корабли. Блин, ну, я бы не очень хотел на самом деле объем терять, но походу у нас нет выбора. Ладно. призыв Ольстера. Это что? Это ирландцы. Окей. Допустим. Подаем мы также теперь Южную Африку, полноценную колонию. И доисследуем здесь вот указы, которые дают нам скидки на доктрину, опыт армии, полезные вещи тоже. И у нас появляются истребители и танки. Можно теперь наши, собственно говоря, производственные мощности отправить на производство новых технологий. Конечно, наши державли, которых ну совсем много. И о да. Оно готово. Оно готово. Делаем более-менее исторический дизайн. Эмит, исторический здесь вот иконку. Подкачал еще броню, чтобы иметь еще больше прорыва и оно готово. Это чудо выиграет нам войну. Когда-нибудь обязательно. Я ждал. Вольфрам у нас пропадает, но у нас есть у кого его покупать. Благо у нас куча марионеток на этот счет. И делаем мы дивизию, так как здесь леса. Пехотная дивизия у нас двадцатки. Ну, в основном леса. У нас здесь будет Бельгия, Германия фронтом нашим. А танки делаем тридцаткой. Что-то вот такое. Тридцать две арки, тыреста противопехотной атаки, броня, которую скорее всего никто в жизни не пробьет. Здесь видите, у пехоты нету бронебойности. Эти пушки не пробивают танки. И заказываем. А что три там посмотрим. тут вопрос будет, чтобы побыстрее произвести все эти танки. Или все еще не могу дойти в Альянс Франции. Я все хочу нажать этот фокус, а не могу, потому что нужно 20 напряжения. Оно было только в один момент игры, когда я делал другой фокус. И так же быстро оно пропало. Так что мы все еще не можем войти в этот Альянс. Не уверен, что так задумано. Может так и задумано. Хрен его знает. В этом случае делаем камуляж. Начнем исследовать вот это. Потом с 200% баф пойдем исследовать сразу следующую пехотку. Это в полтора раза уличит нашу атаку пехота, по крайней мере. В общем-то закачиваемся. У нас также появляется новая артиллерия, что достаточно вроде как важно. Здесь да, в полтора раза тоже растет атака. У нас в принципе прошлой хватает, поэтому без проблем сразу и меняем. И мы практически готовы. есть у нас тактические бомбардировщики первые. Наверное стоит сразу пойти в следующие. Хотя мне пока очень много технологий других не хватает. Стоит подумать. Минимум я бы очень хотел радио, потому что здесь скорость пополнения, которой у нас очень будет не хватать. 4% это маловато. Делаем хотя бы 6. Делается по всей Европе. меняем фокус увы и надо делать. В любом случае у нас гарантия есть на Бельгии. Если Бельгия вдруг будет атаковано Германии, то мы в любом случае зайдем в войну, но посмотрим. Терри отказывается от требований Австрии. Начинается заварушка. И более того, война уже началась очень резко, но мы скоро в нее войдем. Я думаю, на это можно было бы позакончить нашу первую серию. Мы супер готовы к войне. У нас уже есть танки, у нас уже есть авиация, у нас уже есть стратегические бомбардировщики, которыми мы, я думаю, наведем шуруку в Германии. Да, их уже шесть сотен. Так что с вами был Добогай. Подписывайтесь, если вы еще друг не подписаны. Лайк, комментарий, движет скорбусте. Все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.